Добрый вечер на ТНВ новости Татарстана в студии Альбина Слагараева и вот о чем расскажем сегодня. Повысить, чтобы построить. У нас, по-моему, для строительства дорог уже и платон был придуман. Что ждет акциз и цены на бензин, выяснял Дмитрий Иринин. Вырвались корнем. Сейчас я начну движение. Кому и зачем понадобились деревья из городских парков, выясняла Александра Севастьянова. Новое золото или очередная пирамида? В основе криптовалюты не лежит ничего. Соответственно, риск и скачки. О том, какие риски существуют для вкладчиков в криптовалюту, узнал Сергей Хайдаров. Когда любовь к родной земле ведет к большой семье. Нет, что, в Пекере выезд? Даже не думала. Что многодетные Гайфутиновы из Кукмара увидели в столице на отдыхе с ТНВ, расскажет Рамиль Шайдулин. По всем направлениям конструктивная работа, торгово-экономические отношения, культурный и образовательный обмен, взаимодействие в нефтегазовой сфере. Завершился рабочий визит Рустама Миниханова в Туркменистан. Основная цель поездки – азиатские игры. Какой опыт Казани помог Ашхабаду при подготовке к азиаде? Об этом далее. Салам алейкум и дружеское рукопожатие. Особый теплый прием и традиционный хлеб и соль. Огонь азиады зажегся и игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам открыты. Это грандиозное спортивное событие, к которому Ашхабад, да и весь Туркменистан готовился не один год. Был построен олимпийский городок, спортивные объекты. Теперь Ашхабад готов принимать игры мирового уровня. Это в своей речи также отметил Рустам Миниханов во время личной встречи с президентом Туркменистана. Вы сегодня показываете, как надо проводить большие международные и крупные соревнования. Я могу сказать, что к этому событию вышли очень основательно. У Татарстана большой опыт в проведении крупных спортивных мероприятий, а потому Ашхабад учился у Казани. Главное, я еще раз хотел бы подчеркнуть, мы своей самобытностью доказываем еще раз, наверное, нашу духовную общность, духовную общность, которую еще завозили наши деды и прадеды. У Татарстана и Туркменистана давние отношения. Объединяют история, культура, духовную общность. За особый вклад в развитие дружбы между народами Рустам Миниханов вручил Курбан Гулы Берды Мухамедову орден Гуслык. Альбина Слагараева, Давид Абдуллин, ТНВ, Туркменистан. Награда уехала в Германию. Международную арбузовскую премию сегодня вручили в Казани немецкому химику Манфреду Шейеру. В Казанском научном центре прошла Всероссийская молодежная школа-конференция по органической химии. Международную награду профессору немецкого университета присудили за исследование в области фосфороорганической химии. За 20 лет существования премии ее лауреатами стали 12 ученых, среди которых и один казанец. Не случайно награду традиционно вручают именно в столице Татарстана. Казань является историческим важным городом, в котором в середине 19 века возникла научная школа, давшая меру целых приятных замечательных ученых, таких как Лаус, Николай Зимин, Александр Бутлеров и многие другие. И я очень рад повечить это международное призвание награды и звук премии министра Республики Татарстана. 6 миллиардов рублей под колеса казанских машин. Такую рекордную сумму потратили на ремонт столичных дорог. Обновляется больше 3 миллионов квадратных метров асфальта. Почему деньги выделяются, а претензий к дорожникам меньше не остановится. Слават Мухамадуллин. Самая убитая дорога Казани по мнению Общероссийского народного фронта. Это улица Магистральная. Вроде и ямочный ремонт здесь был только в этом году. А результат все тот же. Скорость потока 30-40 километров в час. В отчаянии кто-то из водителей еще в июле предложил перенести кресло мэра прямо на проезжую часть. Каждый раз я что-нибудь меняю на машине, когда тут проезжаю. Дороги вообще плохие. Огромные ямы, машины едут. Один раз ехал, чуть автобус не перевернулся. Прямо все так автобусы. Надо делать, делай дорогу, хватит хвалиться. Вот что я хочу сказать. Все дело в Ливневках, говорят дорожники. Их попросту нет. Новый асфальт на магистральной в исполкоме обещают в следующем году. Мы стараемся, приоритет при распределении денег там, где большое количество населения. Магистральная у нас в основном это промзона. Но и она будет отремонтирована. А это уже заезд во двор на Дубравной. Доступной местную среду назвать трудно. Власти сетуют на количество километров. И так только в этом году на ремонт столичных дорог выделена рекордная сумма. 6 миллиардов рублей. А это больше 3 миллионов квадратных метров асфальта. У асфальтового покрытия, которое выполняется в этом году, гарантийный срок 4 года. В дворах, конечно же, срок службы асфальтового покрытия гораздо больше. То есть мы сейчас заходим во дворы и делаем ремонт дворовых территорий. В домах, которые были построены 25-30 лет назад. В Казани за последние 6 лет обновили почти половину всего дорожного поводна. И с годами асфальта, а значит и работы, меньше не становится. Только заезд в Салмачо сейчас расширяется с 2 до 6 полос. Слават Мухмадолин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Правительство России сегодня одобрило повышение акцизов на бензин. В январе и июле следующего года они поднимутся на 50 копеек. О таких намерениях заявили сегодня при обсуждении бюджета страны. Как это известие встретили в Татарстане. А также какова логика и математика нововведений изучил Дмитрий Аринин. Две машины, просто тысячи, 12 уходят на бензин. В семье Казанца Сергея Чичкова два автомобиля. Не только средства передвижения, но и расходы, поглощающие треть зарплаты. Потому новость об акцизах мужчину не обрадовала. Уже и так слишком много платим, чтобы еще платить. По планам правительства, платить больше всем автомобилистам страны придется со следующего года. Сегодня мы рассматривали бюджет в целом. И среди доходов федерального бюджета учтены предложения по увеличению акцизов. Постепенно на 50 копеек с января и с июля следующего года. Как подсчитали, такое повышение может принести бюджет со страны 60 миллиардов рублей. Эти деньги планируют пустить на обустройство дорог. В частности, трассы Приморское кольцо в Калининградской области и магистрали Таврида-Крымов. Федерация автовладельцев России недовольна, что в поиске денег опять хотят выехать на них. Я думаю, очень мало кто обрадуется, когда повышает цены на топливо. Ну, кроме самих нефтяников, конечно. У нас, по-моему, для строительства дорог уже и платон был придуман как раз тоже. По оценкам, при таком росте акцизов в следующем году средняя цена бензина может превысить 40 рублей. Как говорят экономисты, это может повлечь с собой и рост цен на другие товары. Повышение цен на акцизы в свою очередь ведут на повышение цен на топливо, где население может как прямым образом, как потребитель топлива испытать на себе, так и косвенно через повышение цен на продукты. В бюджет Татарстана этого года акцизы на нефтепродукты принесли 12 миллиардов рублей. Как на казне республики отразится нынешнее изменение, пока неизвестно. Это же обсуждается. Мы же не знаем, какой формат будет этого акциза. Может, он будет целевой на какие-то конкретные цели. Все станет ясно к концу этого года, когда сверстают бюджет страны. Этот процесс ждет многоступенчатой дорога с рассмотрением в Госдуме и утверждением президентом страны. Дмитрий Иринин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Вчера густо, сегодня пусто. В новом парке имени Лимаева в Нижнекамске первые потери. С площади исчезли зеленые насаждения. Это уже не первый случай, когда от действий людей страдает природа. Совпадение или похожая ситуация случилось в московском парке буквально на прошлой неделе. Вандализм это или желание легкой наживы сегодня разбиралась Александра Севастьянова. Площадь Лимаева и ее после реставрации открыли в день празднования юбилея Нижнекамскнефтехима. Но насладиться красотой обновленной площади жители города даже не успели. Через неделю зеленый массив поредел. Сейчас он начнет движение. Зафиксировало нарушение камеры видеонаблюдения. В объективе 28-летний житель города. Видно, как он вырубает дерево и грузит его в автомобиль. Выехшая на место происшествия следственная оперативная группа Нижнекамской полиции изучила видео с камер видеонаблюдения, которые расположены по всему периметру площади. И это в дальнейшем помогло в раскрытии данного преступления. По словам экспертов, в момент кражи мужчина был пьян. А свой поступок объяснил банальной глупостью. Добыча – горная сосна. И стоила она 17 тысяч рублей. Сейчас она чувствует себя замечательно. Мы его посадили. Причем это была воспитательная работа. Он сажал ее сам, вместе с нашими сотрудниками, чтобы в следующий раз не повадно было. Мне кажется, у них нет ответственности за то, что построили не они сами. Мне кажется, без культуры народа сейчас. Какие-то сейчас все стали некультурные. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее мужчина уже был судим за кражу. Чтобы этот человек посадил в таких деревьях в десятикратном размере и сам ухаживал. И пусть он ухаживает за этими деревьями. И тогда он поймет, насколько это непросто. Похожая ситуация ранее произошла и в новом московском парке «Зарядье». Здесь уже повредили стеклянный купол, затоптали редкие растения. А некоторые его все унесли с собой. А затем разметили объявление об их продаже. Всего уничтожили около 10 тысяч растений. Конечно же, это вандализм нужно пресекать. И это нужно пресекать наверняка правоохранительным органам. Общественность сама тоже может к этому подключиться. Потому что, ну, когда выкапывают дерево, либо, я думаю, наверняка там проходят люди, видят это все. Они должны сделать замечания. Причина таких поступков, по словам экспертов, отсутствие воспитания. Нет культуры – нет уважения. Александр Севастьянов, Амирзаюш, Фрам Зельгарипов, Евгений Лызаев, ТНВ «Казань», Нижнекамск. Включаться в реставрацию и искать спонсоров – такие рекомендации дал Рустам Мениханов сотрудникам музея татарской литературы. В здании сейчас завершается реставрация. Сегодня президент вместе с рабочей группой посетил ряд объектов татарской слободы, где активно идет ремонт. Это литературный музей Габдулы Тукая, сквер рядом с ним и дом Сафы Бахтеева. Президент отметил уникальность памятника татарского зодчества, поэтому посоветовал включить его в туристический маршрут. В Германию с рабочим визитом сегодня вечером Рустам Мениханов отправился в Мюнхен. Запланированы встречи с премьер-министром Баварии и руководителями компании Линде и Сименс. Также в ходе поездки Рустам Мениханов посетит IBM и кардиологический центр. Очередная пирамида или новое золото? Сегодня этот вопрос в Республиканской общественной палате на повестке дня. Речь идет о новом для России понятии криптовалюта. Она меняет свой курс каждые несколько секунд. Причем динамика почти всегда положительная. Но как и везде для вкладчиков есть свои риски. О них узнал Сергей Хайдаров. В данный момент наш баланс составляет 78 долларов. Если перевести на рубли, то это примерно 4,5 тысячи. Это заработок за пару дней одного из столичных кафе. Причем только в биткоинах. Новый вид оплаты криптовалюты здесь действует меньше месяца. Но уже пользуется спросом. Не целый биткоин отправляется потом в сдачу. А допустим 0,01% от самого биткоина. То есть высчитывает сама программа. То есть задается 500 рублей. И на эту сумму количество биткоинов отправляется. Появилась криптовалюта еще в 2008 году. Тогда один биткоин стоил всего пару центов. Сегодня почти 4 тысячи долларов. Однако его признают не везде. Россия пока присматривается. Нет и регулирующих законов. На сегодняшний день такой вот правовой вакуум, отсутствие регулирования, отсутствие финансовой грамотности населения порождают граждан, организации, которые пользуются вот этим незнанием. За круглым столом свои за и против обсуждают представители бизнеса, налоговики и банкиры. Если мы знаем, что национальная валюта, в ее основе лежат макроэкономические показатели развития страны, валовый продукт, национальный доход, то, значит, в основе криптовалюты не лежит ничего. Это сейчас одна из самых обсуждаемых тем в деловых кругах страны. Мы не считаем, что биткоин можно рассматривать как виртуальную валюту. Это скорее цифровой актив с возможностью регулирования. У нас есть некоторые сомнения. Мы не видим огромной выгоды от внедрения цифровых активов в нашу экономику. Если традиционные банки не будут готовить революцию, то тогда революция накроет волной эти традиционные банки. Это неизбежная история. Причем, на мой взгляд, принципиально будет в ближайшие 5-8 лет. Как и принято в России, ко всему новому люди относятся настороженно. Просто чисто надуманная финансовая, опять же, пирамидка. Ничем не обеспеченные деньги. Рухнут в любой момент. Меня не доверяют. А почему? Ну, я думаю, что это всегда ерунда, придуманная наша политика. По большому счету, биткоин, как и любая другая криптовалюта, это код. Набор знаков, которые нельзя потрогать или положить к себе в карман. Доверять или нет в такой валюте, каждый для себя определяет сам. Однако это можно сделать в Казани уже сегодня. Сергей Хайдаров, Ринат Сафин, ТНВ Казань. В Казани дефицит бесплатных земель для многодетных семей. Сейчас в очереди на участке стоят больше шести с половиной тысяч семей. Городу на них не хватает более одной тысячи гектаров земли. На помощь многодетным может прийти в Высокогорский район. Говоря об инфраструктуре, на выделенных участках в исполкоме отметили, что надеются на помощь от федерального центра и самих собственников. Семья, любовь одна. Любовь к родной земле – вот что когда-то сплотила Расула и Сюмбель Гайфуддиновых. Теперь у них пятеро детей, и из Кукмара они принципиально не переезжают в большой город. Покинув его лишь на один выходной вместе с ТНВ, они увидели настоящую экзотику в центре Казани, а затем словно побывали на европейском курорте. Какая она большая семья в объективе ТНВ, Рамиль Шайдуллин. Они почти не знают, что такое пробки или соседи снизу, зато прекрасно знают свое дело и никогда не уедут из родного большого СРДК. Но на день-то можно. Гайфуддин, вы готовы? Всегда готов. Это про каждого Гайфуддинова. Пример родители. Расул и Сюмбель верующие и детей считают дарами Всевышнего. В первый раз он одарил их 10 лет назад, когда родилась Ясина. Самая старшая, с детства любительница зверушек. Все животные – это братья наши меньшие. Братья наши меньшие – живой пример того, что жить долго и счастливо можно только в семье. Все, как у людей. В девятом году у них родился Абдурахман. Через 4 года Мустафа и так год от года семья Гайфуддиновых только росла. А сейчас в будни и праздники вместе с родителями две дочки и три сына. У меня что, пятеро будет? Так не думала. Ну я счастлива сейчас. У меня пятеро детей, муж хороший у меня. У нас все есть. Мы счастливы. Абдурахман Мустафа, вы поедете с папой, а вы со мной. Дочки налево, сыновья направо и все на высоту птичьего полета. Откуда то еще зрелище открывается и на Казань, и на бассейны. Купаться разрешается. Брызги воды, бурные потоки. В начале осени видеть такое, это словно оказаться в сказке. Впереди обед, но оценит ли семья, на чьем столе обычно свое ресторанные блюда? Вот у них и спросим. Очень-очень вкусно. Дома свое хозяйство, поэтому на столе Гайфуддиновых всегда только натурпродукт. Яйца, молоко и мясо, все прямиком из большого СРДК. Его красоту Гайфуддинова обещают сохранять. На долгую память большой семье. Что, доченька, разобралась? Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Счастливая семья на фото заслуга федерального мобильного оператора Теледва. Бессменного спутника отдыха с ТНВ. С Теледва семья всегда на расстоянии звонка. А в Альметьевске разыграли кубок президента Татарстана по волейболу. За игрой уже по традиции наблюдал Фарид Мухаммедшин. В финальном турнире сразились по четыре команды крупных промышленных предприятий из сельских районов республики. Обладатель кубка среди промышленных компаний «Газпром Трансгаз Казань» среди муниципалитетов победил Сабинский район. Перспективы развития волейбола в республике позже обсудили на заседании исполкома федерации. Волейбол в Альметьевске, имея свою историю, имеет прекрасную перспективу. Надо будет подумать вместе с руководством города и предприятиями Альметьевска строить нового специализированного центра волейбола. Покоряют Европу. Ватрополисты казанского синтеза прошли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов по водному полу. Практически неделю команда сражалась за путевку на следующий этап в Боснии и Герцеговине. О том, с каким трудом команда добывала право выступления на самом престижном турнире Старого Света. Алмаз Гафиатов. Босния и Герцеговина. Небольшой городок Банио Лука, населенностью в 200 тысяч человек, расположен в уникальном географическом положении. Его окружают три балканские столицы. Загреб, Белград, а также Сараево, находящиеся в 250-300 километров от этого города. И именно здесь казанский синтез завоевал первую путевку в следующий раунд Лиги чемпионов. В том числе обыграв перспективную местную команду Банио Лука. Основную интригу дебютного этапа Лиги чемпионов оставили на десерт. Объективно у синтеза было два соперника Испании и Венгрии. Победа над одним из них давала гарантию выхода в следующий раунд. За испанцев, кстати, выступает уфимский ватерполист Донат Галиев. Я думаю, что они смогли реализовать в таких моментах, а мы не смогли забить голы в моментах, которые надо было забивать. Приехали под нагрузкой, тяжелый сбор привели в Черногории, поэтому идем шаг за шагом. Игра была тяжелая. Испанцев команда Андрея Белофастова одолела со счетом 6-4. В матче с клубом из Будапешта также вели в три мяча. Но удержать победный счет не удалось. У нас очень много новых игроков. Команда функционально готова неплохо. Нужно прибавлять в отдельных моментах, в которых мы прекрасно знаем, что нужно делать и как делать. Поэтому проиграли сегодня по игре. Проиграли по игре. Но, в принципе, первый и четвертый период достаточно достойно играли. Поэтому могу поговорить и руководство команды. Мы играли с серьезным соперником. Это команда ОСК из Венгрии. Там есть неплохие игроки. Это центральный нападающий Семен и олимпийский чемпион. Из Сербии. Ребята наши были под нагрузкой. Мы прошли очень тяжелый сбор. Тем не менее, основную задачу ребята выполнили. Со второго места Синтез вышел во второй раунд Лиги чемпионов. Полезно играть с такими сильными командами. Потому что эта венгерская команда, она, конечно, отличалась от всех остальных на этом турнире. Полезно играть с таким соперником. Мы увидели свои ошибки. Так что сейчас приедем домой, проанализируем их, сделаем работу над ошибками и идем дальше вперед. Теперь остается ждать жеребьевку, по результатам которой станут известны соперники Синтеза на пути к европейскому трофею. Алмаз Гафиатова, Александр Громыко, ТНВ, Босния и Герцеговина. А вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Верховный суд вынес приговор за убийство, совершенное в Казани 11 лет назад. Подробности через несколько минут. Далее прогноз погоды. Всего доброго и до свидания. В Белке миховая истерика. Только три дня. Истеричные цены на норку от 60 тысяч. На мутон от 16 тысяч. Белка. Татарстан 7. В клинике Меделл. Лазерная эпиляция высокого уровня. По суперцене. В клинике Меделл. Лазерная эпиляция высокого уровня. По суперцене. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. За один сеанс. 292-66-77. Поехал за мебелью, выиграл квартиру. Розыгрыш призов на 4 миллиона рублей. Мебельград. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом Либридерм. Аргументы и факты. Голос великой страны. В каждом номере деловая среда. А всем, что дорожает, покупается и продается. Политика. Только анализ. Только первые лица. Здоровье. Учимся жить без болезней. Телепрограмма. Многим не нравится то, что мы пишем, но правда обязательно должна дойти до читателя. Аргументы и факты. Достоверно о главном. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачная, высокая, средняя, рыночная. Но если вы ищите низкую ставку, запишите. Выгодная. Банкаверс. Доступная ипотека здесь. Сегодня мы с вами будем чертить треугольник. Ребята, сколько должно быть углов у треугольника? Анна Петровна, я починю. А где ты этому научился? Папа научил. Ой. Я починю. А кто тебя этому научил? Папа научил. Я провожу. Этому тоже папа научил. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда. Республики Татарстан. Шулайн дуэл. Яшысы да, яманы да, бір-бір артлы киле. Эмин си мен журларында, Узымэй юаныш таппын. Син жарлысын, эмин кушылан. Эльфия Взаловаға бағаштанган хэтр кишесы. Согыну. Санитарстан. Санитарстан. Санитарстан объявляет акцию «Осенний ценопад». Цены падают вместе с листьями. Цены на путевки снижены на 20%. Все подробности по телефону 8906 100 ровно 3050. С 1 сентября санаторий Ассы снижает цены до 20%. Также скидки для пенсионеров 5%. Все подробности по телефону 785 15. Код города 34 792. 8906 130 50. Ну что ж, а теперь о погоде. Осень решила компенсировать недостаток тепла в летние дни. И в предстоящие сутки в Республике ожидается очень теплая погода без осадков. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке Республики ожидается переменная облачность без осадков. Ночью будет до 12 градусов тепла. В нем же температура повысится до 28 градусов выше нуля. На северо-востоке Республики малооблачно и без осадков. Ночью плюс 12, днем плюс 26 градусов. На севере Республики малооблачно. Ночью местами пройдет дождь. Температура воздуха составит плюс 10 градусов. В нем же без осадков и плюс 26. На северо-западе Республики ожидается переменная облачность без осадков. Ночью плюс 12, днем температура воздуха составит плюс 24 градуса. На юго-западе Татарстана ожидается ясная погода. Ночью температура воздуха составит до 13 градусов тепла. В нем же будет плюс 25 градусов. В Центральном районе Республики ясно и без осадков. Ночью плюс 12, днем же плюс 27. В последующие сутки температура немного понизится, но осадки не ожидаются. Спонсор выпуска и изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Быстро и качественно. Изготовим кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка, установка бесплатна. Только в сентябре назовите пароль DN-мебель и получите 25% в дополнительной скидке на вашу кухню. Данил Мастер. Настало время низких цен. Казань, Восстание, 23. Телефон 2-167-166. Спонсор прогноза погоды, кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка» предлагает оформить сбережения на сумму от 150 тысяч рублей и получить сертификат на отдых в санатории. Подробности по телефону 239-17-36. Спонсор выпуска кредитно-потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Адрес Казани, улица Чистопольская, дом 55. В предстоящие сутки в Казани ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью составит до 12 градусов тепла, в нем же плюс 24 градуса. Ветер юго-западный, порывистый. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 59%. В первой половине дня ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин